Восстание декабристов Организаторами в большинстве были офицеры гвардии, которые не хотели видеть на престоле Николая I. Также революционеры требовали отмены самодержавия и крепостного права. Еще во время правления Александра I в России было немало противника правителя Константин Павлович давно уже отказался от престола. Наследник был один – Николай. Проблема заключалась в том, что еще 27 ноября 1825 года население страны принесло присягу Константину, который формально с того дня стал императором, хотя он сам никаких полномочий по управлению страной не принимал. Войско на штурм Зимнего дворца также отказался этого делать. Отступать было поздно. Ранним утром в казармы всех столичных подразделений декабристы направили своих агитаторов, которые призывали солдат выйти на Сенатскую площадь и выступить против самодержавия в России. В результате на площадь удалось вывести 800 солдат Московского полка, 2350 матросов гвардейского экипажа. К тому моменту, как восставшие были выведены на площадь, сенаторы уже принесли присягу новому императору. Случилось это в 7 часов утра. Такая спешность была необходима, поскольку Николая предупредили о том, что ожидается крупное выступление, направленное против него с целью сорвать присягу. Восстание декабристов на Сенатской площади началось с того, что войско выступили против кандидатуры императора, полагая, что у Константина больше прав на престол. К восставшим вышел лично Михаил Милорадович. Это прославленный человек, генерал российской армии. Он призывал солдат покинуть площадь и вернуться в казармы. Он лично показывал манифест, в котором Константин отказывался от престола, а значит текущий император имеет все права на престол. В это время один из декабристов, Каховский, приблизился к Милорадовичу и выстрелил в него. В тот же день генерал умер. После этих событий на декабристов направили Конную гвардию, которой командовал Алексей Орлов. Дважды этот полководец безуспешно пытался подавить бунт. Усугублялась ситуация тем, что на Сенатскую площадь вышли простые жители, которые разделяли взгляды восставших. Всего же общая численность декабристов насчитывала несколько десятков тысяч. В центре столицы творилось настоящее безумие. Царские войска спешно подготавливали экипажи для эвакуации Николая и его семьи в царское село. Император Николай торопил своих генералов решить вопрос до наступления ночи. Он боялся, что восстание декабристов на Сенатской площади подхватит Чернь и другие города. Такое могло было стоить ему престола. Как итог, к Сенатской площади была стянута артиллерия. Стараясь избежать массовых жертв, генерал Сухозанет отдал приказ стрелять холостыми. Это результатов не дало. Тогда лично император Российской империи отдал приказ стрелять боевыми и кортечью. Однако на начальном этапе это только обострило ситуацию, так как восставшие открыли ответный огонь. После этого по площади нанесли массированный удар, который посеял панику и заставил революционеров бежать. К ночи 14 декабря с волнением было покончено. Многие из активистов восстания были убиты. Сама же Сенатская площадь была усеяна трупами. Общее число жертв было просто огромное. Никогда Россия не видела еще таких массовых движений. Всего восстание декабристов 1805 года, которое произошло на Сенатской площади, стоило жизни 1271 человеку. Кроме того... Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Сотни лет Душе моей покоя нет Она дрожит, как блеск свечи в земле С такою дивною судьбой Но вы смогли свой путь любовью озарить Рожать детей, хранить очаг Неслышно плакать по ночам И все же Бога за судьбу благодарить Но вы смогли свой путь любовью озарить Рожать детей, хранить очаг Неслышно плакать по ночам И все же Бога за судьбу благодарить С такою дивною судьбой Какое чудо, Боже мой Что жили вы на этой горестной земле Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон» Во глубине сибирских руд Храните гордое терпение Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремление Несчастью верная сестра надежда В мрачном подземелье Разбудит бодрость и веселье Придет желанная пора Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глаз Оковы тяжкие падут Темницы рухнут И свобода воспримет радостного входа И брать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому